Микс Ньюс. Говорим вот о всяких авариях, катастрофах на дорогах. Сегодня, поскольку в нашей студии замначальника Бюро Госполиции по надзору за движением Андрей Слотц. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И такая печальная действительно статистика. Мы говорим о том, что что бы мы ни делали, но приблизительно остается на одном уровне статистике. Более того, если сравнить с прошлым годом, в прошлом году в ДТП погибли 90 человек. А уже до 15 сентября, до вчерашней даты, по статистике 91. То есть, как бы мы уже превзошли показатели прошлого года. И, если я не ошибаюсь, сегодня начинается в странах ЕС европейская акция Дней безопасности RoadPol. Которая раньше была известна под названием Эдвард. И вот в чем заключается смысл этой акции и как Латвия примет в ней участие? Ну да, Латвия уже не первый год участвует в этой акции. Смысл простой довольно. Просто во всей Европе в одни и те же даты полиция просто напоминает людям о безопасности дорожного движения. В принципе, мысль такая, чтобы о нем говорили, чтобы его услышали. И главный принцип, чтобы в эти дни никто не пострадал и никто не погиб. И тогда по всей Европе ведется статистика. И, в конце концов, потом уже обсуждает, скажем, результаты этой акции. Полиция просто будет работать в таком режиме, что больше контролировать конкретное, скажем, нарушение. Наша проблема на данный момент является, все еще является, это то, что водители не пристегиваются, то, что ведут детей непристегнутыми и то, что, в принципе, и не использует кресло для детей. Это проблема еще актуальная. Мы еще с ней никак не побороли. Хотя, в принципе, штрафов составлено на треть больше, чем, скажем, было в прошлом году. Но все-таки до людей еще это не доходит. И это, в принципе, один из таких главных позиций, почему люди погибают. Потому что погибают не только водители, погибают пассажиры довольно много. А вторая часть – это пешеходы, велосипедисты. Там тоже погибает треть из всех, в принципе, из всех погибших у нас на дороге. Это, по сути, так называемые пешеходы, велосипедисты. Те, которые перемещаются по улицам. Ну, сейчас уже добавились, конечно, на скутерах, кто едет. Но там еще пока что статистика не такая страшная. Но сейчас опять начинается темное время. Мы уже думаем, как с этим делом бороться. Потому что инфраструктура, она особо-то не поменялась. Дороги темные, много улиц еще темных. Много мест в микрорайонах, где пешеход должен идти, в принципе, там, где едут машины, по проезжей части. Это в совокупности приводит к тому, что в темное время опять начинает повышаться это количество погибших пешеходов, велосипедистов. Но с этим можно бороться, например, я понимаю, с светоотражателями. То есть, обязан ли пешеход... Обычно пешеход всегда думает, что он прав априори. И где бы он ни шел, и как бы он ни действовал, это его право. Вот есть ли какая-то возможность, я понимаю, что обязанность пешехода обозначить себя светоотражателем? Естественно, это прописано в нормах. Обязательно должен использовать в темное время суток отражатели. И для своей же безопасности, чем они как бы ярче, тогда, естественно, будет самому безопаснее. Если нет отражателя, всегда можно включить мобильный телефон, там есть свет. В большинстве сейчас, в принципе, лампочка есть, можно включить, и то уже будет лучше. Можно просто использовать фонарик. Но пешеходы, сколько мы работаем на дорогах, многие считают, что это все не нужно, что шофер их видит. По сути, только когда пешеход садится в машину и, скажем, видит от шофера место, естественно, то он тогда понимает, что его в принципе не видно. Если нет в отражателе, его в принципе на дороге не видно. Но это не до всех еще дошло. Но, к сожалению, будем работать в этом направлении тоже. Да, 67212-93-9, 67213-93-9 нам дозваниваются просто люди. Я попрошу вас надеть наушники, будет слышно вопрос. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и по поводу наших безопасностей на дорогах, естественно, надо увеличить штрафы и для водителей, и для пешеходов. Раза так в три. Тогда, может быть, как-нибудь поможет. Раньше в Литве были маленькие штрафы, сейчас большие. Но, так-то так. У нас по-другому люди не понимают, пока деньгами не накажутся. Спасибо. Помогает ли увеличение штрафов для дисциплины? Ну, скажем, в Латвии штрафы довольно большие. Даже по меркам Европы, скажем, в Эстонии они еще меньше. Ну, там разные позиции, естественно, но в принципе сказать, что у нас маленькие штрафы, так нельзя. Повышая штрафы, только повышая штрафы, мы заметили, что это работает только некоторое время. Это было хорошо видно, когда повысили очень радикально штрафы за езду в нетрезвом виде. Да, какой-то год это работало, но потом опять люди как ездили, так ездят. У нас по статистике, в принципе, те, кто садятся за рулем в нетрезвом виде, особо не меняется. Плюс-минус в году где-то 4 тысячи человек. Ну, 3 тысячи 800, там годом больше, годом меньше, несколько сотен. Но в принципе он не меняется, это только те констатированные факты. Ну, штраф там очень порядочный сейчас. И я думаю, что еще повышать, просто повышая, это не даст результата. Тут надо все-таки больше об этом говорить, больше напоминать. Потому что все эти акции, которые у нас проходят там на Лигу, там, когда об этом говорится во всех радио, во всех телевизиях, кто-то задумается. Кто-то, может быть, отберет ключ у водителя, чтобы он не ехал. Но всегда будут люди, которые закон в принципе нарушают, и это делают каждый день. И им, в принципе, ну, его заставить можно так, что им права отнять, если его поймают. Но вот последний пример, который был в Ютьюбе, там, мотоциклисты сделали видео, где они по Латвии ездят с 240 километров в час. Они вот это снимают и выкладывают. Ну, что ты такому человеку поделаешь? Ну, пока ты его не поймаешь, ему не объяснить, что... А вот то, что видео он сам с себя, в общем-то, ну, выдал, он зафиксировал нарушение, выложил его, ему можно предъявить? Что касается нарушения скорости, то его фиксировать можно только с радаром. Я не могу просто взять какое-нибудь видео и сказать, вот, но он скажет, ну, я там просто нарисовал, у меня там компьютер был, я не ехал так быстро. Как доказательная база это не годится, но попробуем этих людей найти и побеседовать с ними профилактических, так сказать, чтобы поняли, что так делать не надо. Но найти их реально, возможно, по аккаунтам где-то... Ну, в принципе, они, по-моему, я там сколько посмотрел, там есть номерные знаки, так что, в принципе, по номерному знаку можно пробить, кто владелец мотоцикла, и, в принципе, найти человека. Конечно, это просит время, но такие грубые нарушения еще и выкладывать, к счастью, очень редкие. Но, скорее всего, что таких нарушений много, мотоциклов, сами видите, на дорогах много, и как-то не кажется, что они все едут с правильной скоростью. Проблема мотоциклам такая, что его плохо заметить, и, скажем, водитель, когда он едет по дороге, он как бы не думает о том, что там, где 50, кто-то будет ехать 110. И он, исходя из этого, скажем, делает маневры, делает повороты, он как бы посмотрел в зеркало, там никого нету. А если водитель на мотоцикле едет два-три раза быстрее, чем разрешено, естественно, это пару секунд, и он уже рядом. Ну, вот эта вся езда между рядами, то же самое, в движении и с большой скоростью, тоже очень опасно. Поэтому это тоже проблема, и она, я думаю, будет расти, потому что мотоциклов будет все больше. Ну, как говорил, сейчас осень наступает, и нам сейчас самая большая проблема, конечно, будут пешеходы, велосипедисты, все те, кто ходят без отражателей и попадают в ДТП в том или ином случае. Ну, и, как я говорил, это, естественно, пристегивание. А вот возвращаясь немножко вот к этим видео провокационным, скажите, вот есть ли возможность, например, блокировать такого рода видео, поскольку, ну, я объясню свою мысль, то есть, если человек выкладывает видео, где он нарушает правила дорожного движения, тем самым он как будто бы показывает, но это все равно, что выкладывает, ну, это, конечно, не прямая аналогия, но с видео с убийством или там с кражей, ну, то есть, вот, ну, какие-то вот... Я думаю, я думаю, что нет. Таких видео в Ютубе миллионы, и Ютуб, скажем, он их не стирает, потому что у них есть, наверное, какая-то политика, ну, насколько должно быть это нарушение. Как вы правильно говорите, если кого-то это будет убивать, да бывало даже, что даже в прямом эфире в Ютубе трансляция шла там самоубийство, и они не могли среагировать на это сейчас. Потом они, конечно, это удаляют, но среагировать это так сразу, я думаю, нельзя, и навряд ли вот в этом случае сама фирма что-то будет исправлять. Скорее всего, что нет таких видео. По всему свету очень много. Мы продолжаем принимать звонки. Я напомню, замначальника Бюро госполиции по надзору за движением Андрей Слотт с нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Олег. Вот я бы хотел обратить внимание на такой факт, который, в общем-то, как бы непосредственно на безопасность пешеходов и водителей не влияет, но, тем не менее, доставляет тоже массу неудобств жителям города. Это шум. Вот эти всевозможные модернизированные глушители, вот эти вот громкие мотоциклы, я не знаю, вот, знаете, просто как пример приведу, вот, построили Акрополис, близлежащие дома, по ночам не могут уснуть. От этих вот мотоциклов, которые, ну, я не знаю, может быть, марка такая мотоцикла или что. Ну, в общем, что я хотел сказать. Вот, когда решили уменьшить выбросы СО2 при прохождении техосмотра, этот уровень замеряют. Почему не замеряют шумность? Есть ли какой-то вот предел шумности? Ведь иногда раз проедет такая колымага, извините, мотоцикл, полгорода слышит, что он едет. А представляете такой вот мотоцикл в жилом районе, в спальном районе, вечером, ночью? Невозможно окна открыть. То же самое и машин касается. Эти модернизированные глушители или что они там делали? Ну, грохт состоит такой, что я говорю, весь район слышит, что едет эта машина. Спасибо за вопрос. Есть ли возможность влиять на... Ну, в принципе, влиять можно только проходя техосмотр. И это делается, если на техосмотре констатируется, что превышает звук. Ну, это очевидно. Тогда они проверяют. Был буквально, по-моему, в четверг или в пятницу у нас с ССДД вместе рейд. И мы проверяли мотоциклы именно на шум. Так что, когда мы вот эти рейды делаем вместе с ССДД, то мы можем устанавливать мотоциклы, они могут проверять. Конечно, проверить всех невозможно. Естественно, что абсолютная большая масса – это те, скажем, кто модернизирует эти глушители. Но у них какой аргумент? Аргумент простой. Вот водители нас не видят, а вот поэтому мы сделаем мотоцикл погромче, чтобы нас слышали. Ну, как бы аргумент есть, но здесь всегда интересы жителей, интересы водителей не совпадают. Особенно, если водитель мотоцикла специально, скажем так, вечером, ночью в жилые зоны специально газует. И звук, естественно, что это проблема. Но мы с ней боремся по мере сил. Поскольку сама полиция не могут такие тесты проводить, то нам, по сути, только получается это делать вместе с ССДД. Ну, что мы, в принципе, стараемся делать. Но, конечно, это недостаточно. Согласен. А скажите, если, например, водители, есть очень много примеров, когда водители транспортных средств просто включают очень громко музыку. И вот из приспущенного окна там просто гремит. Я видел своими глазами, когда просто человек проезжал, у него в багажнике стояли две колонки. Просто вот открыт багажник. Ему просто вот нравится, чтобы все окружающие слышали. Но здесь был момент не только с громкой музыкой, но это была песня, в которой содержались ненормативные, ну, там на русском языке, вот ненормативная лексика. И вот этот мат-перемат, он шел, там какой-то шансон, блатной, тюремный, не знаю, но просто проезжает машина, и там идут люди с детьми, и этот мат раздается на всю улицу. Вот, например, вот такие случаи. И что касается своему звуку, у нас нету нигде прописанного ненормативной базы, что, скажем, если есть громкий звук, то можно останавливать и наказывать водителя. Скажем, есть страны, где это конкретно прописано, и главное, что там не надо, как у нас, скажем, всегда просят какое-то техническое средство, чтобы проверить, ну, кому кажется громко. Одному громко, второму не очень. То, скажем, в Америке полицейские слышат, вот, скажем, бум-бум, он останавливает штраф, ему ничего дальше не надо делать, ничего замерять, ничего проверять. Но это прописано в законе, есть такие права у них. У нас-то это не прописано, таких прав нет. Что касается ненормативной лексики, естественно, если бы полиция фиксировала такой факт, то там можно было думать о какой-нибудь наказании за то, что, скажем, такая вещь происходит на улице. И, скажем так, люди это слышат, это общественное место, и там, естественно, ненормативной лексики быть не должно. Но это надо, опять же, фиксировать. Проблема в том, что он ехал, уехал, и все. Да, он проехал. И, скажем, если нет рядом полицейского, то, по сути, фиксировать такое очень трудно. Я бы даже сказал, что невозможно. У нас продолжаются звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Ваши вопросы. Олег. Да. Доброе утро. Вот, вы знаете, очень большая проблема парковок в спальных районах. И вот как бороться с водителями нерадивыми, которые ставят машины свои в заезд в дома. То есть, фактически, это перекресток. Они на самом перекрестке оставляют машину. Когда ты выезжаешь из домов или въезжаешь в дома, там, где жилые спальные массивы, ты не видишь дорогу. То есть, ты выезжаешь в слепую зону. То есть, с одной стороны стоит машина, с другой стороны стоит машина. Полиция проезжает мимо, вообще не обращает внимания на это. Ну, я не знаю, есть же какие-то правила. Если люди не знают этих правил, надо их, наверное, штрафовать. Спасибо. Спасибо. С жилыми зонами есть так. В жилых зонах, в принципе, транспортное средство можно оставлять в разных видах. Главное, чтобы было два особых правила. Это не должно быть транспорта помеха. Если ты можешь выехать, то, в принципе, помехи нет. Но тут я согласен, что ситуация с видимостью, но она не только в жилых зонах. Во многих местах есть ситуации, когда вы просто не видите, выезжая, хотя бы просто из-за двора, просто вы не видите, что происходит, пока они не выехали вперед. И там, скажем, часто происходит именно ДТП с велосипедами, когда машина выезжает из двора, и просто велосипедист неит и врезается, скажем, в машину. Так в жилых зонах второе правило – это не должно мешать пешеходу. То есть, скажем, пешеход может, пешеход мы берем просто человека в инвалидной коляске или, скажем, просто маму с коляской. Если она может ехать спокойно, и машина никак ее, скажем так, дорогу эту не закрывает, то все в порядке. Но если, скажем, вы считаете, что что-то там не так, всегда можно звонить в полицию. У нас есть, скажем, муниципальная полиция, которая этим вопросами занимается. И они, скажем, просто так, они не ездят по районам, не ищут, скажем, машины, которые ездят. Это неправильно. Но если человек, скажем, хочет жаловаться на то, что что-то там неверно, то он звонит в муниципальную полицию, они приезжают и накладывают штраф. Еще продолжается просто очень много звонков. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе. Доброе. Доброе утро. Я не знаю, смотрит полиция на это или нет, но и я считаю, обращусь от многих сотен, может, тысяч водителей. Пожалуйста, сделайте закон, чтобы через пешеходный переход транспортное средство переводили только пешком. Потому что, ну, знаете, сейчас времена поменялись, вылетает скутер, просто люди тормозят. Третья машина, как обычно, бьет во вторую, потому что человек реально не видит. Вы знаете, надо что-то с этим делать, потому что, учитывая современные реалии, надо что-то менять, в принципе, в законе. Спасибо. Спасибо. Да, я буквально вот сегодня тоже, когда шел на радио, был свидетелем сцены, когда на перекрестке, ну вот, Дзирновой Сколос, рядом с, ну вот, ПФ, медицинским центром, там велосипедист проехал на красный свет. То есть, ну, он как бы посмотрел, там машина еще была далеко, и он просто, ну, вот он проезжая, даже чуть-чуть притормаживая, проскочил на красный свет между машинами. То есть, я понимаю, что, ну, для, конечно, автовыводителя это всегда стресс, потому что вроде бы для них зеленый свет, но они все время должны как бы держать в голове, что вдруг какой-нибудь велосипедист решит, что он успеет проскочить между потоки машин. Ну да, это, конечно, проблема, она будет до тех пор, пока не будут велодорожки в Риге нормальные, как они, скажем, есть в Дании, как они есть в скандинавских странах, где, в принципе, вся, вся движение велосипедов, она от дороги отделена, и не просто там большой какой-то белой линии, она отделена там чуть ли не тротуарчиками каким-то. Поэтому, пока этот вопрос не решится, я думаю, что здесь ничего особо не улучшится. Конечно, мы штрафуем велосипедистов очень много, и эта статистика все время повышается, потому что количество велосипедов все увеличивается, увеличивается, и, скажем так, многие из них или просто не хотят соблюдать закон, или его просто не знают и едут, скажем так, по принципу, как хочу, так еду. Естественно, когда три года, по-моему, назад именно ЦСДД протолкнуло этот закон о том, что можно переезжать по зебре только со скоростью пешехода, я уже тогда, в принципе, был против, потому что, ну, никогда всех не научишь понимать, что есть такое со скоростью пешехода. Всегда будет кто-то, кто будет ехать быстро, им кажется, что вот ему можно, и значит можно. И, в принципе, закон поменяли, что и регулируемые, нерегулируемые пешеходные переходы, везде можно ехать на велосипеде. Сейчас. Раньше такого не было, раньше было, надо было слезать с велосипеда, и его, как бы, ну, этот лобби велосипедистов, этот закон протолкнул, что в Европе везде так есть. Ну, просто забыли сказать, что в Европе и дорожки велосипедные, и инфраструктура, и все светофоры, скажем, уже сделаны давно, что они отключают одну часть водителя от другой, и все едут, как бы, без проблем. Поэтому нету этого конфликта на дороге. Ну, у нас сперва поменяли закон, инфраструктуры нету. Конечно, по большому это проблема Риги. В остальных городах нет такого интенсивного, скажем, движения, поэтому та проблема не такая большая. Но происходит ДТП, естественно, мы рассматриваем, если велосипедист виноват, ну, так ему будет, конечно, за это штраф. Но проблема эта, я согласен, будет еще какое-то время. Угу. Так, еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Вот, да, доброе утро. Да, доброе утро. Ну, допустим, Лачклеша и Крешенбар, типа есть велосипедные дорожки, да? Но если ты едешь на машине и хочешь повернуть направо, а попадаются вот такие твердолобые, то это как-то очень-очень стрёмно и вообще небезопасно для всех. Как вообще этот вопрос решает? Спасибо. Спасибо. Да, даже вот при наличии велодорожек, я понимаю, водитель жалуется, что вот на Крешенбар и на Лачклеша там тяжело повернуть направо. Ну, по сути, любой поворот направо или налево ты должен пропускать всех. Это неважно, есть там дорожка велосипедная или нет, ты и пешеходов должен проверять. Это же самая проблема будет. Просто тут надо смотреть, как вы сказали, в оба, чтобы посмотреть, едет ли этот велосипедист, и тогда уже поворачивать. Согласен, что надо там смотреть, есть ли велосипеды с обоих сторон, надо смотреть, идут ли там пешеходы с обоих сторон. Ну, к сожалению, на это все надо смотреть. Есть одна велосипедная дорожка, где, скажем, сделана, по-моему, это было Сколос. Во-первых, она как в Европе отделена бордюрчиком. Во-вторых, там есть свои светофоры велосипедистам. И все перекрестки сделаны так, что когда водитель едет прямо или поворачивает, то все стоят. Я говорю, нет этого конфликта. Вот если была бы такая инфраструктура, то мы сейчас не разговариваем об этом вопросе. Что сделали на ладжплэш, протянули одну линию, написали просто велосипедную дорожку, все. А что касается перекрестков, все осталось по-старому. Есть велодорожки, где это уже все сделано, но это, скорее всего, просят довольно больших средств. На каждый перекресток поставить отдельно светофоры для велосипедистов, пешеходов. Ну, так можно было бы решить эту проблему. Так, вот следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю, что говорят, какие проблемы у меня. Например, самые большие проблемы – это вот велосипедисты, которые действительно не соблюдают вообще никаких правил. Хотя я сама езжу тоже на велосипеде. Ну, а второе, что я считаю, что им просто надо выдавать права. И только поэтому вообще все участники движения, кто передвигает быстрее пешеходов, мне кажется, всем им нужно сдавать какие-то права и знать какие-то минимальные требования вообще безопасности на дороге. А второе, что касается этих выездов из, ну, из жилых каких-то дворов. У меня такая же проблема. У Тенгрекс – это вообще, это просто весь район заставлен, все углы. Дети, когда идут в школу, они все время должны дергаться, что их кто-то задавит. Потому что, например, рядом с Москвы, вот в сторону центра, около Южного моста, там, например, дети даже во дворе не могут безопасно переходить, потому что параллельно с Москвы, когда там пробки, там все время второе шоссе открывается просто между дворами, да. И если там все заставлено этим машинам, тем более все углы даже обставлены, то вообще ребенку опасно. Мне опасно выезжать на дорогу, да, например, задним ходом давать. Я ничего не вижу, потому что там какие-то микроавтобусы стоят. А детям-то вообще, которые ниже, рост там, да, которые ниже, чем машина, никто их не видит, там открывается вторая трасса. Я считаю, что полиция должна, ну, во-первых, должны поменяться правила, что во дворах так нельзя ставить, да, тоже, например, напротив Т-образного перекрестка. А второе, что вообще надо, полиции, может быть, надо начинать дежурить в таких местах и ловить вот кто превышает скорость, например, во дворах, где интенсивное очень движение. Вот так, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, вот проблема дворов. Таких мест в Риге тысяч. Мы никогда не поставим на кадр на каждом месте какого-нибудь полицейского. Это просто нереально. Количество полицейских, скажем, в год уменьшается, и ресурс такой, какой он есть. Естественно, что иногда мы работаем и в жилых зонах, и в каких-то местах, где это все происходит. Но это все выборочно. Мы не можем поставить, скажем, в одном месте полицейского, который там будет дежурить и, не знаю, там фиксировать какой-то скоростной режим. Естественно, приезжает в какой-то момент, в какой-то момент работает, но это, в принципе, невозможно сделать таким образом, что полицейские везде будут и везде будут контролировать. Если бы сейчас кто-то звонил из той стороны, которая ставит эту машину, мы бы слышали совсем другую речь, что вот машину где-то надо ставить, мы тут все живем, потому что у нас получается так. Звонят люди, поставьте фоторадар, скажем, в жилой зоне. Уже через какое-то время уже звонят совсем другие люди. Почему вы там поставили? Потому что вот у меня там уже 20 штрафов, и давайте убирайте. Потому что всегда будет вторая сторона. Те, кому никаких проблем нету там выехать, проехать, и кому, в принципе, не интересует, то едет там мимо. Потому что Вейс сейчас он везет по этим улочкам. Как только есть пробка, он сразу указывает какую-то дорожку, где можно выехать и где можно это сделать быстрее. Поэтому все это происходит. Я думаю, что многие даже, если, скажем, едут откуда-то, даже не знают, что там проехать можно. Ну, Вейс знает, что там можно проехать. Ну, там надо тогда собираться людям, обращаться в Рижскую думу, пускай поставят определенные знаки, или пускай поставят, скажем, там, лежащих полицейских, чтобы там нельзя было ехать быстро. Но это должна быть инстива людей. Никто не будет просто ездить по микрорайонам, и там проблема всегда была с парковкой, и даже когда они переоборудуют эти дороги, они ничего, они просто то же самое сделали и оставили, как есть. И это проблема с той же самой зеленой зоной, где ставят как бы на бочок, почему бы нельзя было просто взять там полметра, может, не заасфалтировать, а поставить брючатку. Пусть он ставит эту машину, тогда все проехать могут. Но нет понимания того, как надо переделывать. Там не обязательно, скажем, резать деревню и ставить везде парковки, чтобы один бетон остался в Риге. Это все можно сделать попроще. И, конечно, что всем машинам никогда там парковки не хватит, потому что машин сейчас много, людей, которые их могут купить, тоже много. А место, что было спроектировано в советское время, ну, его так просто не переделаешь. Там нужны большие деньги. И представляете, сколько таких микрорайонных в Латвии. Ну, их очень много. Ну, это просто невозможно таким образом сделать. Так что придется жить с этим дальше, я думаю. Так, продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой вопрос. Я водитель со стажа. У меня стаж 40 лет без происшествий. Я хочу спросить такой вопрос. Мы все стоим в пробках, движение затруднено. Вопрос такой. Если есть, скажем, на Юрновке, что стоят три ряда вопроса, почему люди, которые, наверное, не учат, я так понимаю, инструктора, потому что у меня коллега сказал, что инструктор, я никогда не говорил, что нужно занимать, если ты едешь медленно, правый ряд. У меня инструктор звучил так. Ты должна занимать правый ряд, даже чтобы велосипедист рядом не проехал без прав. Создает проблему в том, что едут, скажем, очень медленно, даже с буквой М на машине, они сидят в третьем ряду и с этим, ну, как бы тоже увеличивают вот эти вот пробки. Спасибо. Спасибо. Есть ли, да, вот эти, скажем, правила, в правилах, что водитель, который едет медленно, должен занимать определенный ряд? В правилах такого нету. Но в правилах есть сказано, если ты едешь по дороге уже за городом, ты должен ехать, в принципе, по правому ряду. Вот это прописано в законе. Мы делали рейды и именно работали с такими водителями, которые уже, очевидно, едут медленно. Скажем, там, где 90, они едут 60. Естественно, что там можно получить штраф за то, что они, в принципе, мешают другим. Он хоть и небольшой, но его выписать можно. Конечно. Но, опять же, надо, чтобы там был полицейский. И вот там не поставишь все время. Мы работаем на Юрминском шоссе, конечно. Но когда он есть полицейский этот, тогда мы можем фиксировать такое, скажем, нарушение. Но это только вот те случаи, когда полиция где-то едет, заметила и, скажем, предупредила или сказала перестроиться. А как в сектех ситуациях, когда полиции нет, естественно, что такие люди есть. Люди, которые едут по второму ряду специально, скажем, вот там разрешено 70, вот он будет ехать 69. И он считает, что он может так ехать, тому, что не надо ехать быстрее. Ну, он таким образом создает помеху, но он ничего не рушает. А те люди, которые уже едут намного медленнее, это уже другой вопрос. Там уже есть нарушения, и это, естественно, что никак не способствует такому общему вождению на дорогах. Замначальника Бюро госполиции по надзору с движением Андрей Слотт сегодня в нашей студии. Мы принимаем ваши звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос. Добрый день. Что касается Ермальского шоссе. По Германии, по банам, когда идешь, через каждые там 10 километров, у них стоит мачта поперечная, на них стоит камера, которая фиксирует движение по каждому ряду. И немецкая полиция, она, как бы сказать, выезжает конкретно. Она видит нарушения, она видит, кто делает, с какой скоростью едет. И это все очень красиво может сливаться в базу. И этим людям, которые едут с М-буквой по 60 километров по третьей полосе, может прийти штраф электронно. Давно надо все сделать, вот это вот, как бы понавешать, как бы, да, и начать, наконец-таки, в нашей стране деньги зарабатывать. Потому что люди начали ездить вообще непонятно как. Велосипедисты – это вообще отдельная тема, это отдельная каста, которые получают. Они едут по односторонней дороге навстречу, когда ты им, ну, пытаешься что-то там пикнуть или мигнуть, он тебе факт показывает и едет дальше, да. То есть, как бы, это вообще нормально. Камер понаставить велосипедистам права. Вот решение вопроса. Вот решит ли вопрос количество камер? Ну, нам, конечно, на Германии далеко. Я думаю, что могли бы звонить еще 100 человек, сказать, что убрали бы эти, которые сейчас есть, где еще новые ставить. Ну, это, в принципе, вопрос денег. А во-вторых, вопрос инфраструктуры. Это не вопрос полиции. Мы камеры не ставим. Но теоретически, наверное, скорее всего, что это можно было бы сделать. Но, опять же, скажем, на автобанах есть определенная структура полиции, которая именно этим и занимается. У нас такой структуры нет. Даже если мы такое зафиксируем, кто выйдет и кто поймает этого человека, то, значит, должны на одной дороге оставить несколько экипажей, которые там будут все время ездить и фиксировать эти нарушения. Ну, пока об этом никто не говорил. Конечно, теоретически камеры можно было понаставить везде и штрафовать за все. Начиная там с того, что у вас нету, не знаю, там, страховки и кончая тем, что с лампочкой не горит. Но это, опять же, все просит денег, опять какие-то вложения в инфраструктуру. А главное, это все просит физический ресурс. Кто-то это должен обрабатывать, кто-то это должен смотреть, кто-то должен людям эти файлы высылать. Это просит очень больших ресурсов. А вы сказали, что уменьшается, да, количество? Полицейских уменьшается, естественно. А почему естественно? Люди не идут работать, или уходят. Люди не идут, люди уходят. Причины разные. Люди уезжают. Ну, сейчас пандемия, может, не уезжает, а уезжает на заработки за границу. Ну, люди, скажем, идут работать, где побольше зарплата и поменьше стресса. Вот и все. И эта тенденция идет из года в год. И, по сути, полиция уже так получает, становится компактнее и компактнее. Ну, то, что касается фоторадаров, да, есть группа, которая это все обрабатывает. Ну, и они не бесконечно могут эти файлы обрабатывать. В принципе, ведь человек, если бы он не нарушал, ну, так ему и штраф никогда ни за что не придет. У нас эта логика какая-то странная. У нас эта логика такая, что вот меня вот поймали, я должен платить. Вот кто за это, почему вот это надо делать? Я хочу вот ездить, как я хочу. Я думаю, если бы у велосипедистов было радио, и они бы слушали сейчас, у нас было бы очень много знаванков, которые говорили, что вот все водители кретины, и они не пускают нас, и подрезают нас, и специально это делают. Сколько я уже отслушался о Кришне Барване, какой там бардак происходит, когда едет трамвай, велосипед, скутер, машина. И все втроем как-то должны поместиться на той маленькой узкой дорожке. Но вот эти скутеры, они насколько сейчас внесли свою какую-то сумятицу, ну, неопределенно сумятицу, как участники движения, потому что ведь это тоже… Естественно, что внесли, потому что они не только сталкиваются с машинами, они сталкиваются с пешеходами, они сталкиваются с велосипедистами. А сейчас еще, как вы видели, появились мопеды. Появились мопеды, велосипеды. Ну, ладно, сейчас сезон заканчивается, я думаю, что на следующий год уже будет это узаконено. И тогда уже мы можем работать с этой категорией людей и штрафовать их. И, скажем, им будет ясно, какие правила на дороге, потому что сейчас это, в принципе, каждый отвечает за свою безопасность сам. Велосипедист отвечает сам, скутерист отвечает сам, и те, кто на мофедах ездит, потому что правила особо для велосипедов есть, для скутеров их, по сути, таких нету понятных. Ну, я надеюсь, что на следующее лето нам уже все это будет, и тогда уже мы сможем работать с этой категорией. А вот вы говорите про штрафы. Сейчас я понимаю, что по новой системе штрафы за нарушение правил дорожного движения нужно платить в течение месяца, да? И это для многих это тоже как бы такая немножко... Две разные, и там две такие основные вещи, которые надо запомнить. Во-первых, этот месяц, это нельзя дожидаться, скажем, техосмотра, который будет через год, потому что через месяц к вам уже придут судебные приставы, ну, уже будете платить, скажем, не один штраф, а, скажем, там, сразу же еще. Они столько же себе возьмут. И второе, что надо помнить, что сейчас, скажем, разница в штрафовании такая, что если, скажем, раньше вы нарушили скорость, у вас не было техосмотра, ну, и, скажем, там, знак, то вас судили за самое основное, где самый большой штраф. Ну, один он был. А сейчас, если вы такое нарушение сдали, вам будет три отдельных штрафа. И, в принципе, так можно довольно сильно попасть. Но это делается, ну, вот мы говорили про, кто-то говорил, увеличить штраф, и это, в принципе, в эту сторону идет, получается. Штрафы сами по себе не увеличены. Они не увеличены, здесь просто они суммируются. Да, они просто уже по каждому нарушению ты как бы получаешь отдельно штраф. В этом-то новая система, самая главная суть. Но получается, что человеку придется платить больше, и это как бы его должно стимулировать, то есть он должен держать в голове, что если раньше... Может быть, намного больше. Это тоже вот я обращаюсь к нашим слушателям, чтобы они знали и помнили об этом. Еще один звонок примем, наверное, успеем. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вы говорите только штрафовать, штрафовать. Смотрите, в моей жизненной истории был один раз такой случай, я на глазах полицейского проехал частично через сплошные линии. Он мне сказал, что все, штраф. Ну, получилось так, что мы с ним договорились, и моя была мотивация, что ваш орган полицейский не только же должен собирать деньги, но и разъяснять. В оконцовке он меня пустил, где-то через 15 минут беседы, объяснил мне, что так ехать нельзя, что надо было проехать по кругу, доехать до тута. Я был на более такой, как бы, грузовой машине, поэтому я не мог там вывернуть по-другому. Вот смотрите, пример там, скажем, в Сингапуре, если я не ошибаюсь. Человека поймали, который едет непристегнутый. Что с ним делают? Берут, везут туда, где прошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, где люди были непристегнуты, и эти трупы, как я понял, там убирают. В Эстонии за скорость. Людей, если я не ошибаюсь, на 40 минут, да, стали как бы делать. Почему у нас вот как бы, ну, в госполиции, там, как бы со штрафами, ЦСДД, денег много, да, надо начать вот эти вот там транспорт, всякие сейчас там мопеды, велосипеды, скутеры, дети на них ездят, и довольно-таки как бы правильно, взрослые не ездят. Почему нету вот бесплатных каких-то обучающих программ, куча рекламы на это все, можно выделить в школах, в ваших там регионах, может же спокойно полицейские приходить и детям объяснить, как должно быть. Вначале надо массово, лет пять, наверное, нам надо обучиться. Спасибо, извините, у нас просто времени очень мало, чтобы успеть ответить на ваши вопросы, я вас выведу из эфира. Ну, в общем, смысл вопроса, да, почему только штрафовать, почему не объяснять? Ну, то есть, я думаю, что опять в человеческий ресурс у нас упрется. Нет, ну, тут опять вопрос такой. У нас нет системы, как, скажем, там, в Соединенных Штатах, что полицейский, по сути, есть как где-то судья, он сам может принять решение, у нас система другая. У нас система такая, что если ты зафиксировал штраф, ты обязан, чтобы человека, а ты просто обязан, в принципе, составить протокол, иначе определенные структуры уже будут обращаться к полицейскому, почему он это не сделал. Сейчас новый закон, конечно, более мягкий, там есть возможность больше, больше, скажем, так, что полицейский может принять решение, не штрафовать, но ему надо это решение обосновать, почему он так решил. Ну, вот, это только началось, будем смотреть, как это будет работать дальше. Естественно, что мы не хотим заниматься только тем, чтобы штрафовать и штрафовать. Как я уже говорил перед тем, если человек не нарушает, штрафовать некого. Это, ну, всегда палка с двумя концами. Нет такого, что полиция ездит, и только хочет всех поймать, и всех же штрафовать. Все равно фоторадары, они стоят на месте, они стоят стационарные, и все равно люди в них попадают. Хотя хорошо знают, что они там есть. Ну, так что, ну, надо осторожнее ездить, надо культурнее ездить без этой всей агрессии на дорогах, и тогда будет меньше ситуаций, когда вы попадетесь в руки полиции, и они ваших штрафуют. Как-то так. Ну, и вот уже завершая, вот еще раз, может быть, вернемся к дням безопасности, которые вот начинаются сейчас в Латвии. То есть будет больше полицейских на дороге, то есть какая-то, будет больше активность, как, например, ну, как на Лиге, например, проходит. Естественно, мы в этом своем ресурсе просто будем активнее работать, и определенных, ну, на определенных точках, скажем, там, будем смотреть ремни, будем там работать по другому вопросу. Так что, как-то так будем это все делать. Так что, обращаемся к всем водителям на дорогах, что будьте готовы, поскольку это небезопасности проходит. И, ну, желаем всем удачи на дороге, хорошего пути, счастливого пути. Спасибо, говорим, нам начальник Бюро Госполиции по надзору за движением Андрей Слотт. Сегодня был в нашей студии, отвечал на ваши вопросы. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.